В день делали 10 тысяч ящиков, 10 тысяч декалитров в смену. Пять линий у нас работало, пять линий, каждая линия давала 2400 ящиков в день в смену. Контейнера грузили, вагоны грузили. Вообще завод работал нормально. Винокуренный завод на батарейке открыл купец Кобылкин в 1904 году. За всю историю здесь производили водку, ликеры, ягодные настойки, вермут, портвейн и другое. В войну ликероводочный завод поставлял на фронт спирт и бутылки с зажигательной смесью. В 50-е и 60-е годы предприятие развивалось, появились автоматические линии розлива, спирт поставляли из Николаевского спиртзавода, а зерно из районов Бурятии. У нас своя столовая была, свой садик был, мы работали очень прекрасно и все мы были удовлетворены. Трудилось здесь около 300 человек. При заводе были своя столовая, детсад, медпункт, дом отдыха на Байкале, теплица и даже цех здоровья. Всех больше зарабатывали грузчики, которые продукцию готовы в ящиках отгружали. И они, конечно, по 300 рублей зарабатывали в месяц, но водку не пили. Если кто приходил, то мы его сразу придем, а они сами его возьмут, напоят. Но простят первый раз, если он еще раз напился, все увольняли. Вот такая была. А в основном ребята работали все с высшим образованием. Ефим Гордеев работал главным инженером. Именно он дал безымянному заводу первое название – «Кристалл». Уже в 90-е его переименовали в «Ливона». В конце 90-х у завода появились конкуренты, которые вытеснили «Ливону» с рынка, а вскоре и обанкротили. В 90-х годах пошла вот эта вот перестройка. Начали, значит, там появились новые добровольцы, которые начали таскать спирт с этого, с запада. Мы его перерабатывали. Деньги они забирали, конечно, за переработку. Водку куда торговали, непонятно. Вот такая вещь была. Довальческие так называемые дела были. В 90-е мы делали до 30-35% бюджета республики. Я ушел с завода в 1998 году, оставив 6 миллиардов прибыли. До конца года ее уже не было, а в 99-м обанкротили. Попытка уже нового руководства возобновить производство большого успеха не принесла. Ну, конечно, мы жалели и прочее. Естественно, было очень жалко. Столько лет отдать. И знаешь, что там высокая, значит, культура производства была. В нашем каждом цехе росли цветы и прочее. Очень культура. Была своя медицина, там медик свой наш. Все это было. Ну, а что делаешь? Сегодня здание завода Ливона архитектурный памятник. Возродить его былую мощь никто не решается. Управляющий сдает территорию в аренду. В зданиях, где когда-то делали алкоголь, сырость, мрак и пустота.